Доброе утро, драгоценные! Всех приветствую на нашем духовном завтраке. Читаю последние два стиха в Евангелии от Матфея, это 28 глава, 19-20 стих. Великое поручение. Итак, идите и научите. Все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сей я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Кому написаны эти слова? Эти слова написаны тебе и мне. Ты знаешь, все, что делал Иисус, исцелял больных, изгонял бесов, проповедовал, являл чудеса, все это было только лишь для одной цели – приобрести людей для Бога, чтобы люди обрели спасение, чтобы люди обрели вечную жизнь. И христианин буквально переводится как «ученик Христа». Ученик – это тот, который продолжает делать своего ученика. То есть, получается, если задуматься, являюсь ли я правым, на самом деле, христианином. Ты знаешь, я в последнее время наблюдаю в церквях, что мы радуемся тому, что Бог нам дал. Дары. Христос не сказал так. Теперь все, живите богато, будьте здоровы, друг друга исцеляете, радуйтесь жизни. Он так не сказал. Он сказал, я чего вас научил, ваша задача сейчас – научить других людей. Если сегодня мы это не делаем, друзья, мы не являемся христианином, мы не являемся учениками Христа, мы не продолжаем делать своего учителя. Мы сегодня из друг друга изгоняем бесов, мы сегодня друг друга исцеляем, мы сегодня друг за другом молимся, еще что-то – это хорошо, но это надо делать в меньшей степени, чем это делать за пределами церкви. Надо молиться за больных за пределами церкви. Надо изгонять бесов за пределами церкви. Надо проповедовать за пределами церкви, а не уча друг друга. Друзья, сегодня суббота. Это перед воскресеньем. Я думаю, хорошее время для того, чтобы сейчас, прослушав завтра, помолиться Богу. Пускай Бог на сердце нас три человека, которого ты пригласишь завтра с собой на воскресное богослужение. И, возможно, Бог хостится и его дам. Тогда ты можешь сказать «Я ученик Христа». Друзья мои, братья и сестры, проповедуй слово вовремя и не вовремя. И проповедуя слово, апостол Павел говорит «Для меня в благовестии есть сила Божия ко спасению всякому верующему». Хочешь увидеть силу Божию в своей жизни? Проповедуй Евангелие. Проповедуй Евангелие за пределами церкви. Благословляю вас, драгоценные. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.